Бойтесь ли вы упустить удивительное кинематографичное качество изображения телевизора в Sony? Нет? На самом деле не о телевизоре Sony должен говорить, а о процессоре Sony XR. Так что давайте повторим еще разок. Бойтесь ли вы упустить удивительное качество изображения процессора Sony XR? Он в мастер-серии 8K Z9J, в OLED-телевизоре A90J, а также в A80J, X95J и X90J. В них стоит процессор XR, но помните, что в X90J 85 дюймов его нет, в него поместили более старый чип прошлого года. Трудно точно определить, что делает чип процессора XR, кроме того, что он делает фильмы более кинематографичными, что ли. Так что поговорим о наблюдаемых результатах. С нами сегодня Роберт Зон и Денис Дуэйн Дэвис, чтобы обсудить то, что, по их мнению, нам предоставляет чип XR. У меня имеется Sony A90J вот здесь, QN90A здесь и пониже U8G. Очевидно, с такого расстояния вы не сможете сказать, что на самом деле предоставляет нам чип XR, но позвольте мне сказать вам, что он именно такой, как говорят люди. У меня был AG9, предыдущая летмастер серии от Sony, и вот A90J. И наконец, я сказал себе, знаешь что, теперь я могу заменить AG9. Для меня три главные причины. Яркие блики стали не просто ярче, в этих самых ярких областях стало больше цвета. Казалось, что объем цвета увеличился, исчезли границы между цветами. И изображение, просто кажется, что некоторые изображения стали более эффектными. Очень трудно сказать точно, что это такое. Ну, хватит уже. Давайте послушаем, что скажут Денис и Роберт. Я бы хотел услышать замечание Дуэйна, что вы думаете о работе чипа XR, потому что вы постоянно занимаетесь калибровкой. По вашему опыту, в чем улучшение чипа XR? Я объясню тебе это вот так, окей? Каждый год я иду и покупаю эти телевизоры в начале года, чтобы изучить их и посмотреть, что нового. Как я могу их откалибровать, что я могу предложить, какие знания. Всем на форумах или в интернете, чтобы помочь им с реальными покупками. И в этом году я был заинтересован только в том, чтобы получить 83-дюймовую OLED-модель из размера. Да? Окей. Итак, первая модель, которую я получил, была 55-й. Вторая модель, которую я получил, 65-й. Третья модель, которую я получил, это 83-я. И угадайте, что? У меня теперь все три. Оставил все три, потому что они хороши. Потрясающие. Так что в этом году я перестал хотеть только один OLED. Получив три, мне понадобился еще один. Сейчас самое время сказать Stop the Fomo, если это затрагивает Двейна, у кого еще есть шанс так сопротивляться. Это потрясающе. Я был приятно удивлен этим модельным годом от Sony, когда дело дошло до процессора XR. И, как я уже сказал, я не поклонник какой-либо чрезмерной обработки. В этом отношении я пурист. Но то, что делает этот процессор, он делает так хорошо, что мне пришлось пересмотреть свои собственные стандарты в отношении этого процессора. Так что я просто поражен работой процессора XR. Не является ли обработка XR украшением замысла создателя? Можете ли вы отключить ее, и если нет, то в каком режиме она активна, и отключена ли она в графическом режиме, игровом режиме? Не могли бы вы немного рассказать нам об этом, потому что я знаю, что вы много всего видели с другими телевизорами Sony. Да, все зависит как на это посмотреть. Если вы просто хотите придерживаться правил, независимо от размера экрана и так далее, тогда окей. Добавление любого, любого типа улучшения к изображению на самом деле идет в разрез с намерениями создателей. Однако, если посмотреть на это с другой точки зрения, с чем вы пытаетесь сравнить дисплей большого размера? Когда дело доходит до профессиональных мониторов, которые находятся у режиссеров, они на самом деле не используют 85, 83, 77, 65 дюймовые экраны. Они используют 32, 34, возможно 28, 26 дюймовые мониторы. И, конечно же, все знают, что чем меньше размер экрана, тем больше будет резкость, потому что, скорее всего, это будет связано с PPI. Так вот, Sony пытается сделать с процессором XR так, чтобы выровнять все размеры, чтобы они соответствовали визуальным атрибутам деталей, как на профессиональных мониторах. Когда дело доходит до воспроизведения, лишь в том случае, если у вас есть процессор XR, правильно настроенный для различных типов контента. Как по мне, когда дело доходит до 1080i или даже 1080p, кабельного или стриминг контента, где, скажем так, нет возможности поставить на авто, ты включаешь обработку, чтобы убедиться, что контент отображается теперь еще ближе к намериям создателей контента, чем это было с выключенной обработкой. Если же вы используете те же настройки, но на чем-то вроде Ultra HD 4K Blu-ray, то да, вы добавляете дополнительные улучшения к разным вещам создателей контента, где их будет больше, чем было видно на профессиональном дисплее. Так что, в этом случае вы опять должны отрегулировать параметры процессора XR. Вы можете в определенных видеорежимах, вы можете фактически полностью выключить процессор XR. Это типичные режимы после калибровки, которые будут либо пользовательским режимом кино, либо пользовательским для Pro 1 и 2. Вы должны сделать определенную настройку, и это отчасти зависит от фактического отображения, так как у вас должен быть определенный тестовый шаблон, чтобы правильно настроить функцию реалити крейтинг. Но, если вы настроите ее правильно, вы молочага. У вас все будет соответствовать тому, что показывают профессиональные экраны на дисплее от 83 до 77, 65 и даже 55 дюймов. Так что, в этом аспекте все зависит от того, как у вас настроен процессор XR. Добавлю к этому свой комментарий. Я не думаю, что процессор преувеличивает качество, но мы обязательно все увидим. Я думаю, что он воспроизводит все точно, и именно поэтому выглядит лучше, чем выглядел бы главный монитор. В нашем TV Shootout у нас будет главный монитор, контрольный дисплей в качестве эталона BVM310. Он будет там в качестве нашего эталона, и мы будем сравнивать его со всеми телевизорами, включая Z9J. На мой взгляд, XR помогает восстановить потерянные детали при переносе с пленки на диск стриминг. Интересный прием. Настоящая пленка супер четкая, и даже Ultra HD Blu-ray теряет некоторые детали. Вы согласны с этим, друзья? В определенной степени да. Все, что получает потребитель по сравнению с тем, к чему имеют доступ к киностудии, всегда намного ниже, чем был исходный контент. Когда дело доходит до обработки XR, помогает восстановить потерянные детали. Это действительно так. Это дает возможность воспринимать то, что, по-видимому, было потеряно, но опять же, когда дело доходит до обработки любого типа контрастности или улучшения резкости, вы просто пытаетесь создать что-то из ничего. С этой точки зрения, я должен сказать, что XR делает очень, очень хорошую работу. Она не идеальна, но она лучше, чем что-либо еще. Ну, не считая 3090 совмещенной с MadVR, что выглядит просто божественно. А XR не совсем то. И Джоэл хочет продолжить ваш комментарий о процессоре XR. Обработка XR это работающие Reality Creation и Live Color? Это то, что вы хотели сказать ранее? Я в принципе не использую Live Color. Выключите его вообще. В любом случае, выключайте его, да. Процессор XR, большая часть его функций, может регулироваться с помощью управления Reality Creation. И в зависимости от видеорежима, Reality Creation может почти устранить его или усилить, но в некоторых видеорежимах вы можете просто полностью устранить его. Имейте в виду, только потому что Sony прекрасно справились с процессором обработки XR не означает, что остальные не добавят потрясающий процессор обработки изображения в следующем году. Samsung, LG, Panasonic, они не будут стоять на месте. Особенно Panasonic, они известны своим процессором обработки изображений. Да, в этом году я думаю, что Sony всех выиграли, по крайней мере в обработке изображения для фильмов. Вопрос в том, сохранять ли они свое лидерство. Если вам нравится такой контент, не забудьте нажать лайк и подписаться. И вопрос для вас. Достаточно ли вам процессор обработки изображения Sony, чтобы сменить свою лояльность Samsung, LG на Sony? Или вы всегда были поклонником Sony, и наконец-таки пришло время перейти на более новый телевизор Sony? Дайте мне знать в комментариях. До следующего видео.